Всем привет! Сегодня немножко необычное видео. Сегодня меня знакомый попросил помочь его продать его машину. Машине 10 лет. Машина просто практически в идеальном состоянии. За исключением некоторых деталей. Сейчас я и покажу каких. Итак, первый минус это передний бампер. Он закоцан. В принципе его надо красить. Но он уже красился. На этой машине ездил дедушка. Машина у нас 10-й год. 1,4 механика. Ездил он очень мало. Также косяки есть по заднему бамперу. Вот какие-то подкрасы. Здесь вот стычок. И здесь вот пришлось ей. Итак, по итогу по кузову красить надо два бампера. Передний и задний. И насколько я знаю красилось вот это крыло. Крыло в принципе покрашено нормально. Там конечно можно найти какие-то изъяны, пылинки в краске. Но в принципе достойно. Так, что еще хотелось бы сказать. Машина у нас 10-й год. Это кореец. Чистый кореец. И видно, что это кореец. По сравнению с питерской сборкой двери закрываются отлично. Так, теперь салон. Салон, как видно, чистый. Непотертый. Вот если кому интересно. Ее вин. Вин корейский. Это чистый кореец. Еще раз подчеркиваю. Так, тут есть у нас кондиционер. В общем-то все, что нужно. Коробка механика. В чем главный плюс этой машины? Еще раз подчеркну. Машина у нас 10-го года. Куплена за наличные в 10-м году. Собственник один в ПТСе. И теперь, внимание, пробег. Пробег 25760 километров. Пробег реальный, не крученный. Машина, вот видно, что она в таком состоянии. Она просто как новая. Да, там есть какие-то на сиденье пятнышки, но это за 10 лет нормально. Плюс там надо красить два бампера. В идеале красить два бампера. Я бы, в принципе, и не стал. И подкапотное пространство. Мотор не мылся. Мотор реально в таком состоянии. Зимы не видел. Вот звуковой сигнал какой. Видно, что он чистый. Дальше решетка. Точнее радиатор тоже чистый. Просто все это новое. Реально новая машина. И теперь, спустя 10 лет, и спустя 26 тысяч пробега, человек хочет ее продать. Попросил меня помочь ему это сделать, подготовить ее. И найти покупателя. Я осмотрел машину. Проблем у нее вообще никаких нет. Ну, конечно, какие проблемы на таком пробеге? Хоть и возрасту 10 лет, но еще раз подчеркиваю, это кореец. И это видно в деталях. Например, даже какие-то полочки, они не просто отрываются, а именно открываются. Даже вот кто знает, у кого Рио или Солярис, здесь блок предохранителей. Надо рвать, вырывать просто рукой вот так. Здесь все открывается. Ничего не скрипит, ничего не шумит. Машина практически новая. Итак, пробег у нее 26 тысяч, это 10-й год. Киа Рио, механика 1.4, один хозяин. По кузову я бы покрасил передний и задний бампер. Дальше, юридическая часть, вообще все идеально. Один собственник покупал за наличные, в запретах нигде не числится. В нотариальной базе залогов вообще тишина. Ну, понятно. По штрафам она стоит практически в свое время и никуда не ездит, поэтому штрафов тоже нет. Но можете проверить, если кому-то интересно. Еще раз повторюсь, данный автомобиль продается. Пока я его на Авито размещать не буду, потому что если вдруг хочет кто-то увезти ее в свой регион и также перепродать, никто не против этого. Сразу предупредить, что вы перекупщик. Ну, понятно, по-другому не назовешь. Но, почему не хочу на Авито размещать? Потому что, если я размещу на Авито, в Авито истории будет сохраниться или на автору везде будет при следующем размещении написана строчка. Ранее размещалась на таких-то сайтах с таким-то пробегом по такой-то цене. Я думаю, никому это не интересно. В дальнейшем, если сейчас через YouTube ко мне никто не обратится за этой машиной, естественно, я ее выкину на Авито, выставлю на автору и подобных ресурсах. И я думаю, она быстро уйдет, потому что машина реально в отличном состоянии. Тут вообще не к чему придраться, ну, кроме бамперов. Итак, пока машина будет продаваться, в описании под видео будут все ее данные. финт-код это, госномер, номер свидетельства о регистрации, чтобы вы могли проверить по всем базам, в любой там, какой хотите. Это автокод, это ГИБДД, и это нотариальная база залогов. И пока там будет надпись «Продается», будет мой номер телефона, по которому можете позвонить и спросить про эту машину. Пожалуйста, по поводу ремонта не звоните, у меня просто сейчас нет времени на это. Я и эту машину должен был подготовить человеку, и найти покупателя уже неделю назад, но не было времени. И да, я хотел ее подготовить к продаже, но, к сожалению, осмотрев машину, я осмотрев все, я не нашел то, к чему, ну, чем надо ее подготавливать. Она в таком состоянии, что она у нее стояла постоянно в гараже, зимы не видела, и гараж, когда я выгоняли из гаража, я посмотрел, у нее гараж вообще обалденный, в нем даже пыли нет, вот человек настолько ухаживает за своими вещами. Но, к сожалению, машина стоит, машина не используется, поэтому он принял решение продавать. Цену на машину я пока не буду называть, вы можете предложить свою, но не надо там оскорблять это владельца автомобиля ценой там 200-250 тысяч, и просто тратить на на это мое время, ваше время, и эта машина реально в хорошем состоянии, и цена ей адекватна должна быть. Так что предлагайте, можете писать в WhatsApp, к номеру будет привязан WhatsApp, просто скидывайте. Машина полностью готова к продаже, ПТС на руках, СТС на руках, составляем договор, ОСАГО есть, можно ее там перегнать, диагностическая карта тоже в порядке, все, сели, подписали договор, уехали, деньги отдали, и вы уехали, точнее так, да, без денег я ее не отпущу. И в принципе у меня бывают интересные автомобили, которые люди пригоняют ко мне, чтобы я их продал, нашел покупателя, да, я их в специальном там чате своем выкидываю, где есть покупатели уже, но это решил машину через YouTube попробовать, может кого-то она заинтересует. Возможно, еще машину, там две, я выложу опять в YouTube, которая в хорошем состоянии, и покажу их. Ну а на этом сегодня все. Машина вот такая, предлагайте свою цену, пишите, если цена, мы там согласуем, как там машина стоит в Москве, можно ее посмотреть в районе метро Домодетска, на улице тоже Домодетска, машина будет находиться постоянно там, возможно, она будет на охраняемой стоянке находиться или стоять в гараже, так что звоните, пишите, машина пока, пока под видео будет, мой телефон и надпись продается, машина будет продаваться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok